Изготовление комуза самое простое среди других инструментов, но есть больше 20 видов, о которых многие даже не знают. Археологические раскопки дали нам знать, что комуз существовал 5000 лет назад. От комуза берут начало инструменты многих других тюркских народов. Комуз должен разговаривать. Громкое звучание не эталон хорошего комуза. Нежность мастера должна перейти к нему. Комуз это не просто взял, сделал и поставил. Мастер должен это учитывать. Тогда комуз будет настоящий. 30 лет назад я изготовил комуз у Лукмурзе Булотову. Инструмент до сих пор в отличном состоянии. Это мой дебют. В последнее время я стараюсь, чтобы мой комуз напоминал комуз Туктугуласа Тылганова. Эти комузы звучат как инструмент великого акына. И форма такая же. Раньше делали с помощью вот такого инструмента. Чёрт кирки называется. Станков как сейчас не было. Стенки комуза были неровные и поэтому звучал иначе. А сейчас только очень опытные мастера пользуются этим инструментом. Звучание комуза зависит от грифа инструмента, а громкость от барабана. Нужна математическая точность. Толщина должна соответствовать. Осязание должно быть чуткое у мастера. Мастер должен рассчитывать всё. Подготовка материала процесс долгий. Рубить дерево нужно в зимнее время. В течение трёх лет оно высыхает. Только потом его можно приводить в форму. Есть два вида материала. Строительный и декоративный. Нам нужен декоративный. Потому что звучит он лучше. Заготовки делаю заранее на последующие годы. Сейчас у меня есть полуфабрикаты двухгодичные и трёхгодичные. Каждый год делаю заготовки. В плохом настроении я не захожу в мастерскую. Работаю обычно с позаранку. Приятно работать в это время. Комуз – важный музыкальный инструмент в моей жизни. Комуз – важный атрибут нашей культуры, нашей нации. Комуз – это наследие наших отцов. И наша обязанность передать это наследие нашим потомкам. Редактор субтитров А.Семкин